Добрый вечер! Служба информации телерадокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире «Устуды» и працует Евген Пабалавец. Делегаты 5-го Усебелорусского народного схода рыхтуются до отдела у форума, который на этот день пройдет в Минске 22 и 23 февраля. На передо однозначные события в жизни нашей страны, на местной старшине Гомельского облаканка Владимир Привалов встретился с выкладчиками и студентами Гомельского государственного медицинского университета. Темы размов стали выникой развития Гомельской области в минулом 5-м году. Время особенностей лекции на местной старшине облаканка заканул экономические, социальные и культурные аспекты жизни региона. У будущих медиков и их выкладчиков была таксама мягчимость огучить свои питания до областных уладов. У Гомельском медуниверситете, яке по всей краине в целом, чакают оси белорусского народного схода. На им повинны быть огучены важные халиновые питания. Нам было бы интересно узнать, какие новшества будут предложены в системе образования, в подготовке специалистов, потому что есть свои стандарты, есть своя программа, которая будет она изменяться и не будет для нас очень важна. Само собой волнуют вопросы о здравоохранении, как оно будет развиваться в дальнейшем и как будет проходить поддержка молодых специалистов. Потому что в скором времени лично у меня распределение, меня волнует, куда я приеду, как я приеду на рабочее место и как я буду работать и развивать здравоохранение. Разом с иншими обмарковывать питание социально-экономичного развития державы будут и представители Брагинского района. На передо дни сходу с ними сустрелся Олег Сентюров. Брагинский район – один из самых потерпелых. Увы, не кучарнобытской катастрофы, в районе частного стояло пытание о полном отселении городского поселка. Зараз, правда, ситуация изменилась, и людей уже хвалюют не только экологичные пытания. Что тычется миграционных процессов, то зараз Брагинский район от инших ничем не адрознивает. Некто приезжает, некто изменяет адрес на иншие регионы. Коли не игноровать парады в ученых, то жить тут можно без шкода для здоровья, тем больше, что медики местовых жахаров без уваги не покидают. Беда и самая отметная рыса Брагинского района – он сельскохозяйственная, тут нема промысловых предприемств. А тому и районный бюджет у значной ступени задержит от вынеков работы аграрного сектора. На жаль, сегодня тут есть проблемы, вырышить всякие только на местовом узоровне немогчимо. Брагинский район является сельскохозяйственным регионом и как будет развиваться сельское хозяйство зависит во многом благосостояние населения района. Трудности сельхозорганизации, износ техники и нехватка денежных средств для ее приобретения являются одним из факторов, сдерживающих развитие сельхозорганизации. Для обновления сельхозтехники нужны дешевые кредиты. Социальная сфера Брагинского района от инших регионов все не так само не адрознивается. Музеи, установы аховы здоровья, детящие сады и школы. Ушмат, чем подобные проблемы, характерные для инших невеликих регионов. В той же Брагинской школе, например, кадровое пытание. Уродженцы инших городов после обовязковой отпросовки звычайно вертаются до дому. Правда, наставника початковых классов, делегата пятого всебелорусского народного схода Светлану Будник, как это не тычется, переезжать она не сбирается. А тому на форуме планую почуть отказы на пытание, какие можно назвать для района наибольши актуальными. Надеюсь, что во время проведения собрания будут подниматься вопросы, которые волнуют каждого из нас. Уровень заработной платы, качество медицинских услуг, благоустройство наших населенных пунктов, а также создание новых рабочих мест в малых городах и поселках. Являясь участником народного собрания, думаю, что получу достаточно информации о социально-экономическом развитии страны на ближайшие годы. А также хочу услышать предложения по дальнейшему развитию системы образования. Олег Синтюров, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель», Брагинский район. Подчас проведения 5-го усебелорусского народного схода будет працовать гаражая телефонная линия 22-го отчервяня с 11 до 18-й годин, 23-го отчервяня с 10 до 13-й годин. Кожный ожидающий сможет задать хвалюющее пытание и выказать свои пропановы по телефонам 276-400 и 282-400. Код Минска 017. Гомельская область планует повелишить свою присутность на рынку излученных Штатов Америки. Сподеваться на это позволяет погоднение об деловых партнерских отношениях, подписанных помеж городами Гомель и Форт Майерс. Подробностей в наступном материале. Подписанное погоднение выник намаганню у предпринятых белорусским министерством замежных справ и нашим посольством УЗШ. В уголе у Гомельской области уже есть певный опыт супрацовництва на американских рынках. Размова у первую чергу о белорусским металлургичном заводе и акционерном товаристве «Спартак». Але тепер нашу присутность меркуется значно поширить. Усувязи с чим, у склад делегации, якая наведала штат Флорида, уключили представников широго предприемства у Гомельской области. Мы заинтересованы, чтобы наша молочная продукция пошла, прежде всего, сыр, возможно, сухое молоко. Мясо, безусловно, там не пройдет, там очень свои рынки мощные, хорошие, латиноамериканские рядом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы продукция нашей деревообработки могла быть там востребована, потому что и плиточные материалы нужны, и утеплитель натуральный может вполне там проходить. У них очень большие масштабы строительства, и при этом они не ограничивают себя в импорте, потому что американский континент, он потребляет огромный объем импорта. А про чатаго, подчас визиту у США были обмеркованы питания супрацовництва у гуманитарных сферах, у приватности по меж высшейшими навычальными установами. Коли все отримается, наши студенты отримают махчимость в учиться в Злучених Штатах Америки. У них есть заинтересованность, да и у нас, впрочем, такая же заинтересованность есть обмениваться группами студентов, чтобы наши проходили там, не стажировку даже, а, возможно, даже схемы обучения. Ну, условно, получили базовые какие-то два-три курса у нас, а несколько курсов там. Вполне серьезные они готовы провести по этой теме переговоры. Як чакается, подчас святковання дня Гомеля у вересних этого года я гонаведы офицейная делегация Американского штата Флорида. Подчас сустречу баки мают намер больше деталево обмерковать махчимые накерунки взаимодействия. Пакуль же гомельчане отзначают доброзрешливые относины сбоку уладов и деловых колов штата и жадание реального супрацовництва с нашим регионам. Они готовы помочь нам в плане продвижения нашего товара, изучения законодательства, процедур всевозможных административных. Это сложное дело. На новом рынке так просто не пройдешь. Мы даже с Российской Федерацией имеем очень много сегодня проблем в части продвижения наших товаров, а на американском тем более. Так вот, эти услуги как раз, причем на такой, можно сказать, безвозмездной основе, они готовы это все помочь. Безусловно, это вселяет определенный оптимизм. Я уверен, что мы сможем прибавить. Есть чему там учиться. Рынок очень многогранный. И я считаю, что для нас это важно и престижно иметь партнеров вот на этом континенте. Олег Сентюроу, Сергей Нігеревич и Гермарышченко, Телерадио, компания Гомель. На Гомельшине змянились термины проведения проверки автоматизованной системы центральных оповещений громадянской обороны. Сирены прохудшать завтра в областными районных центрах. А в пятницу с 9.00 до 5.00 вечера специалисты будут не только периодично включать электросирены, а и передавать поведомления по радио. В Гомеле сегодня подвели выники реализации программы развития адукации за последнюю пятигодку. Означаю, что в целом установчивую динамику развития Галины значную увагу на сессии городского совета надали пытаниям, которые потребуют выражения в перспективе. Оптимизация сетки установ, доступность дошкольной, средней и специальной адукации, охова детства и забеспечения Галины компетентными педагогичными работниками. За минулую пятигодку в рамках ответной программы взроблены значный крок по повышению якости адукацийных послуг и потрым садоранных детей. Яши один на керунок, який будет сирот проритетных на наступные пять годов, охова детинства. Зараз у Гомеля налишивается больше 900 детей-сироты и детей, якие застались без опеки батьков. Яши коля 700 неполноходовых выховываются у семьях, якие знаходятся в социально небеспечном становище. Есть вопросы, которые сегодня требуют усиленного продолжения, это в первую очередь вопросы охраны детства, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В этом направлении наша задача больше работать с трудовыми коллективами, где работают наши родители, воспитанников и учащихся. И одно из направлений, которое требует продолжения такого более усиленного, это поиск дополнительных, скажем, источников для укрепления материально-технической базы учреждения образования. Сегодня отбылся финал масштабного областного детячего телевизионного конкурса ведущих «Юная телезорка». Заключенный этап совместного проекта телерадокомпании «Гомель» и управления декацией гомельского облаконкама прошел в областном драматичном театре. Светками подеи стали и наши корреспонденты. Амаль пять месяцев отборочных туров, 25 районов Гомельской области и коля 500 удельников. Журы масштабного проекта «Юная телезорка» на рыжце поставила кропку творчих баталий. Финал пройшел на сцене Гомельского областного драматичного театра. До речи подчас реализации проекта с дымочной бригаде телерадокомпании «Гомель» довелось проехать сотни километров. А журы провести десятки годин отбирающих конкурсантов. Увы, не кузамаль пятисот детей от 10 до 15 годов. До пошних этапу дайшли только 23 удельники. Почему решила поучаствовать? Да потому что мне это очень нравится. Вот попробовав, нам как-то предложили в этом конкурсе поучаствовать, мои родные, вот, и попробовав, вот это все пройдя. Мне это очень нравится, мне кажется, дальнейшую жизнь я буду с этим связывать. Головный пресс-конкурс вместо ведущих от детячей программы телеканала «Беларусь-Чатыры Гомель», как завоевать его удельники с поборней шали в мастатстве красомолства, демонстровали свои вокальные сдольности и умение триматься на сцене. Оценивали их мастерство, представники управления адвокацией Гомельско-Габлова-Канкама, ведомые журналисты, спеваки и актеры. Очень приятно, что вот такой конкурс проходит, потому что возрождается старая традиция. Дело в том, что лет 15 назад вещество республиканский конкурс «Созвездие надежд», который тоже делал систему образования. И вот эти вот юные звезды, которые выходят на сцену, действительно, у них есть шанс. И сегодня, и, возможно, в будущем завоевать сердца своих зрителей, к которым они стремятся. В Оголе за Амаль пять месяцев кастинга проект объеднал великую колькость детей, надал удельникам упыльненность в своих силах и сдольностях, а главное сгуртовал вокруг агульной мары связать свою будущую с телебачением. Ганна Ковалева, Михаил Рабкоу, телерадиокампания «Гомель». Совершенная война великого народа. Квест-тур под такой назвой пройшел у Гомеля. Камандам необходимо было пройти по дистанции, отказывать на разные пытания на военную тематику, выполнять пыльные задания. Подробнее расскажет Максим Савин. Ангелина Мурадзян разом с Сяброуками принимая удел в таком квесте у першиню. Однако, худшей за усих отказала на питании Викторины и с первой спробы одрезала 125 граммов хлеба на этапе военно-полевой кухни. Здесь мы отмеряли норму хлеба для каждого человека, ну, суточную норму хлеба. Каждому человеку давались по талончику. Вот, и мы отмеряли всего давались каждому рабочему человеку 125 граммов, да, каждому человеку, а вот военным им давалась чуть больше суточная норма, 220, 250 граммов, да. Усяго квест-туры приняли удел 30 юнаков и девчат, курсанты Института Министерства по надзвучайных ситуациях и студентки Лицей Легкой Промысловости. Шесть команд проходили шесть этапов. А кроме кухни, тут были аж шпиталь, треба было худко и правильно забинтовать пораненого. На привале спеть песню военных часов под аккомпанемент и пошта написать с фронта письмо до дому. Мероприятие посвящено 70-летие начала Великой Отечественной войны, поэтому мы хотели как-то обозначить эту дату. Это очень значимая дата. И это коснулась война, это горе, это страшная дата, коснулась каждую семью в бывшем Советском Союзе, конечно же, Беларуси. Уся команды дошли до финишу. Головное у таким мероприемстве не перемога, а новые веды про самую буйную войну в истории и данина памяти усим загинувшим. Евген Пабалавец, Максим Савин, Михаил Рабко, телерадиокампания Гомель. Сегодня во всем свете означает День беженцев. Проблемы вымушенных переселенцев по ранейшему застаются саправдным выкликом для международной супольности. Гэтому подтверждение кризис в Украине, массовый наплыв мигрантов и беженцев в Европу. Для приграничной Гомельщины это так само тема не меньше актуальная. Гой спецвыпуску программы Добрый Вешер, Гомель представник Управления Верховного Комиссара ААН по справах беженцев у Республицы Беларусь Жан-Ю Бушарди, а так само инши эксперты по праце с беженцами. По центру уваги в опыт Гомельщины и новые подыходы у работе с вымушенными переселенцами. Сомеркование у тему размова выкаже и популярная белорусская спевачка Искуя Балян, якая из недавнего часа посол Доброй Воли Управления Верховного Комиссара ААН по справах беженцев. У финале выпуска Глядачо чекает музичный подарунок от Искуи. Глядите программу завтра у 19.30 на Беларусь 4. Рандвизное шоу одного из лепших цыганских коллективов Беларуси «Алюр» отбылось у Гомельским городским центры культуры. Артысты сдоляли собрать на кольке у себя обдымная цыганская культура. Артысты выконали композиции цыганского фольклора собранные у разных краинах. Концертная программа показывая, что цыганская песенная и танцевальная традиция знайшла адлюстрование у культурах таких краин как Беларусь, Россия, Индия, Египет и Латинская Америка. Дарайше особным твором мастерства у гэтым шоу можно назвать костюмы, некоторые из них были распроцованы и пошиты по специальным заказе. Иншие были привезены с далеких краин. Так, костюмы для индийского номера доставили прямо с Индии, а для египетского непосредно с Африкой. На гэтом выпуск завершенный у студии працавал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до субстречного эфира.